Ребята, всем привет! В этом ролике я хочу вам показать возможности внутрисхемных отладчиков, таких как ST-Link, GL-Link и еще множество подобных. Показывать буду на примере вот этого ST-Link. Это у меня китайская копия, заказанная давным-давно и прекрасно работающая. У нее два разъема, SVD и SWIM. SVD нужен для работы с микроконтроллерами STM32, а SWIM нужен для работы с микроконтроллерами STM8. Подключать я к отладчику сегодня буду вот такую плату на базе микроконтроллера STM8-S103-F3. И также я вам покажу сегодня работу вот такого индикатора. Он построен на микросхеме MAX7219. По работе с этой микросхемой уже был у меня на канале ролик на примере матричных индикаторов. Здесь единственное отличие в том, что используется встроенная в микросхему возможность декодировать коды символов для отображения на семисегментных индикаторах. Вот давайте сейчас все это дело подключим. Я покажу вам демку и начнем. Показывать вам работу отладки я буду из среды разработки YAR, потому что она для меня наиболее привычная. Но в других средах разработки в принципе все будет выглядеть похожим образом. Немного в других местах могут располагаться элементы управления, немного по-другому они могут выглядеть, но в целом быстро и интуитивно вы сможете их найти. По самому демо-проекту здесь довольно все просто. Вначале мы устанавливаем делитель тактовой частоты в единичку для того, чтобы микроконтроллер работал на 16 МГц. Далее инициализируем светодиодный индикатор наш. Зажигаем все сегменты на полсекунды. Это делается командой в MAX7219. И далее в бесконечном цикле делаем вот эти вот действия, среди которых форматированный вывод переменной CNT – это вещественная переменная. Вот она объявлена как float. Вывод начинается с нулевого знака места на индикаторе. И вывод делается с одним символом после запятой. Далее переменная CNT увеличивается на 0,1. Далее вызывается функция, непосредственно взаимодействующая с MAX7219. То есть само обновление индикатор производится здесь, а здесь просто подготовка буфера кадра. И далее делается задержка в 100 миллисекунд, после чего все повторяется снова. Вот в данном примере и форматированный вывод на индикатор, и тем более вывод вещественного числа – это очень тяжелая операция для того, для такого достаточно слабого микроконтроллера с малым объемом оперативной памяти. Но в данном случае в этой демке это сделано специально, и чуть позже по ходу видео вы поймете почему. Для того, чтобы начать сеанс отладки, служат вот эти две кнопки. Разница между ними в том, что вот эта зеленая кнопка сначала загружает прошивку в память программ микроконтроллера, в его флэш-память. А соседняя кнопка, она не производит загрузку прошивки, а сразу же начинает сеанс отладки. Ею можно пользоваться, если вы в прошлом сеансе загружали уже прошивку, и после этого не меняли исходный код. Давайте начнем сеанс отладки. Как видите, отладчик сразу же встал на первую строку процедуры main, с которой начинается исполнение программы. Как видите, здесь есть зелененький такой указатель. Он указывает на ту строку, на ту часть выражения, которая будет отработана микроконтроллера в следующем такте. Причем можно ходить по исходникам вот таким образом, пошагово. И не только по осишным исходникам можно ходить, можно включить, точнее, можно открыть окно дизассембли. И здесь мы можем увидеть уже в виде ассемблерных инструкций тот же самый, ту же самую программу. Причем обратите внимание, что стрелочка теперь у нас уже в окне дизассембли, и, соответственно, пошаговое выполнение программы будет по ассемблерным инструкциям, а не по сишному коду. Можно вот так курсор перевести обратно в окно с си-кодом и идти уже по сишному коду. Вот, соответственно, первая возможность, которую дает вам отладчик, это возможность управления процессом выполнения программы. Для этого служит вот этот набор кнопок. Здесь у нас резет-сброс микроконтроллера, то есть будет прыжок выполнен снова опять на первую инструкцию в процедуре main, первую строку. Далее, вот эти кнопки нужны для того, чтобы сделать очередной шаг. Здесь у нас шаг без захода функцию или процедуру, с заходом функции и процедуры, либо под программой, если идем по ассемблерному коду. Далее, шаг с выходом из функции процедуры. Вот это практически то же самое, что вот этот вот шаг без входа в функцию или процедуру, но отличается тем, что если у вас в одной строке вызов нескольких функций, то вот этот шаг будет сделан... То есть он пройдет всю строку, оба вызова за один шаг, а вот этот будет показывать вам, что сначала была вызвана одна функция, затем другая. Вот этот вот инструмент нужен для того, чтобы шагнуть к курсору, то есть ставим в исходниках курсор в то место, которое нас интересует. Нажимаем кнопку и вот программа была выполнена до положения курсора. Ну и, соответственно, есть кнопка, которая запускает выполнение программы в реальном времени, то есть микроконтроллер уже не останавливается, не выполняет пошаговое выполнение, а работает так, как будто бы он работает не в режиме отладки. Также есть такая интересная особенность. Можно щелкнуть правой кнопкой на любой строке кода. И здесь есть вот этот вот пункт, Set Next Statement. Он устанавливает курсор принудительно в нужное вам место, в указанное место. Причем пропускает промежуточные инструкции. И можно шагнуть даже вверх, куда-то в начало, но отладчик вас предупредит при этом. Вот, как видите, он вас предупреждает о том, что поток программы был нарушен. Поэтому с этой функцией нужно обращаться осторожно. И вообще я, в принципе, не рекомендую вам ее использовать. Также здесь хочу отметить еще один инструмент, который позволяет вам просмотреть стек вызовов. Стек вызовов – это перечисление всех процедур и функций, которые были вызваны для того, чтобы дойти до той строки, на которой сейчас находится отладчик. Например, давайте зайдем в какую-нибудь функцию. И вот мы видим, что сначала была процедура Main выполнялась. Из нее была вызвана вот эта функция. И в данный момент будет вызвана на следующем такте вот эта функция. Этот инструмент полезен в том случае, если вы поставили где-то точку остановы внутри какой-то функции. И эта функция вызывается из нескольких мест. И вам нужно понять, конкретно из какого места она была вызвана. Можно пройти по стеку вызовов и понять это. Соответственно, по поводу брейкпоинтов, точек останова. Ставятся они либо вот этой кнопкой, либо щелчком вот по этому полю. Например, вот я установил брейкпоинт и еще один здесь. Далее я могу запустить выполнение программы микроконтроллером в реальном времени. И выполнение будет останавливаться на каждом брейкпоинте. Вот, как видите, выполнение останавливается на обоих брейкпоинтах. Причем список брейкпоинтов можно посмотреть в отдельном окне. Брейкпоинт. Здесь у меня вот эти два моих брейкпоинта. Их можно отключить временно. Включить. Также здесь есть брейкпоинты по изменению данных. Это тоже очень полезный инструмент. Чуть позже его покажу. То есть поуправлять всеми брейкпоинтами по всей прошивке вы можете из вот этого окна. Следующая полезная возможность в режиме отладки доступная – это просмотр содержимого памяти. Например, вот есть окно Memory. Здесь мы можем выбирать разные области памяти в данном случае. Давайте оперативную память посмотрим. Вот. Здесь есть быстрый переход на нужный адрес. И давайте несколько шагов сделаем. Мы видим, что где-то в начале оперативной памяти что-то меняется. Это на самом деле буфер кадра. Ну, я просто это знаю. Давайте снимем брейкпоинты. Тут есть в этом окошке просмотр памяти. Есть кнопка Live Update, которая будет обновлять данные в этом окне содержимое памяти прямо на ходу при выполнении программы. Вот как видите. Но сам этот инструмент не очень удобен, кроме тех случаев, когда вы точно знаете, по каким адресам в памяти у вас или в e-prome находятся значения. Причем значения, я так понимаю, можно менять. Да, точно их можно менять, если вы остановились. Но есть чуть более удобный инструмент. Кроме вот этого окна Memory. Это окно Symbolic Memory. Давайте старое окно закроем. Здесь практически то же самое. Тоже можем выбрать область памяти, которая нас интересует. Но здесь отображаются не просто значения в памяти. Ну, как вот здесь вот в четырех строках. Если встречается какая-то глобальная переменная, какой-то глобальный массив вот в данном случае, то он отображается вот в таком виде. То есть здесь отладчик нам показывает, что это элементы массива, нумерует их, показывает тип этих элементов. Их также здесь можно менять. Можно менять способ их отображения. Например, в шестнадцатеричном виде можно их просматривать. Вот это уже такой более удобный инструмент, как вы можете заметить. И давайте перейдем к следующим инструментам. Следующий инструмент, который доступен в отладке, это окна просмотра значений переменных. Их тут несколько. У каждого из них есть своя специфика. Давайте начнем с первого. Это окна Watch. Их можно открыть до четырех штук. Вот одно окно я открыл. И здесь список переменных. Можно от руки вводить имена переменных, можно перетаскивать прямо из кода. Вот я перетащил переменную ЦНТ. И, как видите, здесь ее значение в вещественном виде сразу же. Причем здесь указано расположение в оперативной памяти ее. И значение 3,96 соответствует тому, что мы видим на индикаторе. Соответственно, давайте сделаем несколько шагов. И, как видите, значения синхронно поменялись. Вот. В этих окнах доступны выражения. И также некоторые макросы. Макросы в этом видео я не буду рассматривать. Это довольно специфический инструмент. А вот простые выражения. Давайте попробуем вывести сюда удвоенное значение переменной ЦНТ. Вот. Как видите, теперь выводится значение, увеличенное в два раза. Это удобно, если вам нужно какое-то сырое значение привести к каким-то физическим величинам. И вы знаете, насколько его нужно умножить, разделить. Для того, чтобы видеть в окне Watch уже значение приведенное. Следующий инструмент, который доступен в отладке для просмотра значения переменных, и не только значения переменных, это окно QuickWatch. Здесь в строке поиска мы вводим значение переменной. Можем ввести сразу же выражение. Например, вот таким образом. И видим наше значение. Также доступны здесь разные форматы вывода. Здесь доступно изменение переменной. Но если только вы не используете выражение, например, ЦНТ просто, тогда доступны изменения. Вот. И здесь также можно использовать макросы. Вызывать пересчеты этих макросов. Ну, в принципе, такой довольно похожий инструмент на прошлый. Следующее окошко – это окошко Locals. На него выводятся доступные в данной строке локальные переменные. Например, давайте зайдем вовнутрь процедуры. И мы видим, что переменная MS, которая в данном случае в этой процедуре является локальной, она доступна, ее значение нам доступно, в том числе для изменения. Вот она меняется. Вот. Ну, понятно, я думаю, что за инструмент. Если бы было больше переменных локальных, здесь был бы список. И на каждой строке этот список обновляется в соответствии с видимостью локальных переменных. Следующий инструмент – это окошко Statics. Так, вот оно. Похожий на предыдущий, но этот инструмент отображает в окошке все доступные глобальные и статические переменные. Также их можно отсюда менять. Также, как видите, в названии переменной указывается, где она объявлена, в каком модуле. Вот. Тоже похожий инструмент. Тоже доступны изменения здесь. Следующий инструмент, который доступен в отладке – это окошко Auto. В этом окне отображаются значения переменных, а также указатели на функции, которые в коде расположены в непосредственной близости от текущей позиции курсора отладчика. В принципе, тоже довольно похожий инструмент на предыдущие. Также можно редактировать значения переменных. В остальном, в принципе, ничего такого примечательного. Да, кстати, я забыл отметить, я это показывал, но забыл обратить на это ваше внимание, что, например, в окнах, куда мы выводим значения каких-то переменных, если было изменение этой переменной с момента прошлой остановки на какой-то строке предыдущей, если было изменение переменной, то ее значение в окнах просмотра значений переменных или в окне просмотра содержимого памяти отображается красным цветом. Вот, например, давайте сделаем шаг, и, как видите, значение переменной cnt поменялось, и оно выведено красным цветом. Если делаем еще один шаг, оно не менялось, и цвет меняется на черный. Ну и последнее окно для просмотра переменных – это LifeWatch. Оно отличается от предыдущих рассмотренных тем, что оно обновляется с определенным периодом во время исполнения программы. То есть для просмотра значений переменных не обязательно останавливать выполнение программы. Содержимое переменной будет обновляться на ходу. Причем период считывания значений переменных задается в настройках, по умолчанию он равен одной секунде. То есть, вот, обратите внимание, значение переменной cnt меняется прямо на ходу и соответствует тем значениям, которые выводятся на индикатор. Следующий инструмент нужен для просмотра состояния регистров микроконтроллера. Одноименное окошко есть. Вот, в нем все регистры сгруппированы по группам. То есть, в зависимости от периферии, к которой они относятся. Например, давайте посмотрим состояние регистров SPI. Для просмотра состояния регистров нужно остановить отладку. Давайте перейдем в начало. Здесь у нас SPI еще не инициализирован. Регистры CR по нулям. Вот, и давайте дойдем до той функции, которая производит настройку SPI вот здесь внутри. Так, еще раз внутри. Вот, SPI init. Заходим вовнутрь. И вот эта функция должна установить, то есть настроить SPI при помощи регистров. Это функция стандартной библиотеки периферийной, которая доступна для скачивания на сайте STM. Вот, давайте посмотрим, как изменятся регистры. Вот, как видите, настроечные регистры поменяли свое значение. Причем можно вот так в раскрывающемся списке в дереве раскрыть их и посмотреть значение уже битовых полей. Причем, как видите, здесь 1-битные есть поля, есть 2-битные. Ну и многобитные различные поля также здесь отображаются корректно. Этот инструмент удобен, когда вы непосредственно работаете с периферией, когда у вас что-то не работает, либо вы хотите убедиться, правильно ли настраивается периферия. Описание всех этих регистров, всех битовых полей есть в документации в референс-мануале на микроконтроллер. Следующий инструмент – это окно просмотра состояния стека. Здесь выводятся все те данные, которые уже в данный момент находятся в стеке. И в двух словах я напомню, что такое стек. Стек – это особая область оперативной памяти, которая используется, в частности, для хранения всех локальных переменных, всех ваших вызываемых функций и процедур, также хранения их аргументов и еще кое-чего. Размер стека задается, как правило, в свойствах проекта. Также он на этапе компиляции передается линкеру для того, чтобы линкер проверил, не превышаете ли вы суммарно объемом стека и объемом всех глобальных переменных тот объем памяти, который есть у микроконтроллера. Но на самом деле в ходе работы вашего микроконтроллера возможны такие ситуации, когда все вызванные вами функции и процедуры будут требовать больше объем стека, чем вы выделили. Это очень неприятная ситуация, называется она переполнение стека. И суть ее в том, что стек постепенно выходит за область той памяти, которую вы ему отвели. При этом наползая на другие области памяти, в которых могут находиться ваши глобальные переменные, что приводит к непредсказуемым для вас и вашего алгоритма изменениям этих глобальных переменных. Причем засада заключается в том, что, во-первых, вы можете вызывать какие-то библиотечные функции и даже не знать, сколько им нужно стека. Также это может проявляться только, например, если происходит какое-то стечение внешних обстоятельств. То есть ваша прошивка может работать часами, днями, неделями и без проблем. И потом в какой-то момент просто какие-то глобальные переменные примут такие значения, что просто микроконтроллер зависнет, например. Или еще что-то неадекватное сделает. Также засада в том, что до определенного момента, пока ваши глобальные переменные не добрались до стека, ну, до той области, которую стек затирает, у вас все нормально. Чуть-чуть носите изменения в код, добавляете одну маленькую глобальную переменную, у вас происходит сдвиг в памяти и снова проявляется этот глюк. Это очень неприятный глюк, если у вас происходят что-то, какие-то ситуации, которые невозможны по логике алгоритма, то в первую очередь смотрите на стек. Но у отладчика есть инструменты для трекинга, для отслеживания размеров стека. По умолчанию они выключены, их нужно включить в настройках. Ставим вот здесь галку и теперь при превышении использования стека 90% от его объема, мы это увидим вот на этом индикаторе и также нам будет выдано предупреждение. После включения трекера нужно сбросить микроконтроллер. Теперь давайте дадим ему немного поработать. Остановим. И мы видим, что у нас было критическое использование стека. Было использовано 255 байт из отведенных 256, то есть практически весь стек был занят. На самом деле, если бы мои функции использовали еще большее количество стека, то здесь на индикаторе было бы отображено, что стек был использован более чем на 100%. В данной ситуации можно либо увеличить размер стека, либо как-то переделать алгоритм, чтобы не использовать такой объем стека. И в начале ролика я вам говорю, что намеренно здесь использован форматированный вывод вещественных значений. Мы можем, например, перейти к целым значениям. Продолжение следует... Теперь наша прошивка работает только с целыми числами. Уже нет вывода вещественных чисел. Давайте перезапустим сеанс отладки с перекомпиляцией. И посмотрим, насколько стек будет теперь занят. Снова даем поработать микроконтроллеру. Устанавливаем. И видим, что стек уже использовался гораздо меньше. При этом прошивка, в принципе, работает так же, как видите. Следующий инструмент – это терминал ввода-вывода. Который здесь работает поверх отладочного интерфейса. То есть при этом не используется UART микроконтроллера, не используется COM-порт компьютера. Просто все работает поверх отладочного интерфейса. Причем стандартные функции ввода-вывода PrintF, ScanF, они уже будут направлены на этот терминал. То есть мы можем просто в прошивке написать, смотрите, PrintF. Давайте выведем в терминал все то же самое, что вы вводили на индикатор. Единственное, давайте добавим переход на следующую строку. Чтобы все это не валилось в одну строку терминала. Теперь перезапускаем сеанс отладки, чтобы применить изменения в коде. Дадим микроконтроллеру поработать. И как видите, в терминал вываливаются те же самые значения, что выводятся на индикатор. Единственное, стоит заметить, что существенно замедлилась работа прошивки. То есть этот инструмент можно применить далеко не всегда, но тем не менее, иногда он может быть очень полезен. Кроме того, можно логировать все, что попадает в терминал. То есть сохранять файл, и делается это, точнее включается это вот отсюда. Ставим галку, и лог файл появится в папке нашего проекта, вот с таким именем. Так, единственное, может быть перезапустить придется. Давайте перезапустим. Так, видимо отладку надо перезапустить. Так, пробуем. Вот что-то есть теперь. Вот они, те значения, которые попали в терминал. Тоже очень-очень даже удобно. Ну и еще об одной полезной возможности я вам не рассказал. Это вот такая функция. Находится она в дебаге Memory Safe Restore. То есть можно сохранить текущее состояние памяти, например, оперативной, флеша, e-promo. Сохранить файл, и в последующем, при следующих сеансах, например, или в другом микроконтроллере, восстановить это содержимое памяти и продолжить выполнение для отладки. Тоже иногда очень полезная функция. Вот вроде бы и все основные возможности я вам показал. Я надеюсь, у тех, кто ранее не использовал внутрисхемную отладку, теперь появилось желание ее использовать, и уже больше не захочется без нее работать. Если вам понравились возможности отладчика, вы знаете, что нужно делать. Если вам понравился данный ролик, вы тоже знаете, что нужно делать. Я благодарю вас за просмотр этого ролика до конца. Всем удачи, успехов. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»